Сегодня мы пришли к Валыле. Это такая старинная стиральная машина и Ялына нам про нее расскажет. Так, что это за место, что мы здесь делаем? Мы сейчас пришли на Валылу. Это предпособление для стирки изделий из шерсти, которые еще изготовляют в этом селе, в речице, дерьги и буни в нем стираются. Ну, собственно говоря, вот, вы видите, что делается за круто. Из нее опускается желоб, который обычно перекрыт. Но когда нам нужно постирать, мы открываем задвижку, и тогда мощный поток устремляется прямо в огромную корзину. И там, и там получит нашу дерьгу. Вот, Валыла, раньше они были широко распространены по всем Карпатам, а теперь вот речка и потек, посетнее село, это одни из последних мест, где мы их еще можем рецедрить, не пользоваться. А вне Карпат их еще где-нибудь использовали? Или это исключительно карпатская практика? Ну, даже не трудно. Ладно, а джорги и буни, они ведь почти такая же редкость, как и Валыла? Ну, да, речка, это, в принципе, последнее село, где еще изготавливают кут, буни, верхняя одежка. Ну, джорги здесь тоже делают, джорги делают еще на Ивано-Франковской верховыне, но там они немножко другие. То есть, речканские джорги тоже являются в своем роде такими уникальными, потому что они гораздо плотнее, а те, что делают на Ивано-Франковской верховыне, гораздо теплее. А в чем принцип работы Валылы? Про кислородное выбивание и все такое? Ну, собственно, да. Когда вода устремляется по желобу, упадает в корзине, вода насыщается кислородом, и частички, ну, то есть, молекулы кислорода выбивают всю грязь, что позволяет нам, по-минимуму, пользоваться чистящими веществами. То есть, без порошка практически там все почти отстирается очень хорошо. А у нее есть режим быстрой стирки? Побольше воды. Дождитесь хорошего ливня, и тогда стирка будет убыстренная. А теперь посмотрим на эту штуку, вблизи, как там все коловращается. Вот эта вот палка с крючком предназначена, чтобы ловить уплывающее белье и возвращать его в это место, где его вращает поток воды. Здесь все намыливается. А где находится вот эта вот задвижка? Задвижка? Да, задвижка. Я думаю, что это без свитера. То есть, мы в таком перегородине, такое место. Здорово. Вот так все это очень живописно и своеобразно выглядит. А джерги это такие полностью шерстяные, очень толстые и тёплые, так? Да, их делают из, ну просто стригут овец, моют шерсть, а потом придут вручную эти нитки на таком очень толстом веретине, специальным способом. И нитки получаются очень толстые, гораздо толще, чем то, что идёт на обычную вязку. И потом на этих традиционных кростных, на огромных скатских станках, таким говоря, зимой и ранней весной, женщины вот развлекаются тем, что путаются джерги. И джерги, и гуни делаются из овечьей шерсти. Исключительно. Я сам сплю ночью в гуни, это действительно потрясающая штука. В ней и не жарко, и не холодно, но без неё даже в тёплом спальнике, который у меня есть, я бы просто замёрз. Аплодисменты. Аплодисменты.